Здравствуйте! С наступающим вас Новым годом! Марат не просто надевает костюм Деда Мороза, он действительно исполняет желания. Мужчина и его приятель провели 60 дней в пути ради спасения совершенно незнакомого ребенка из Барнаула. Вышли из Казани и вот спустя 3000 километров они в Алтайском крае. В пути встречались с журналистами, привлекали внимание к проблеме ребенка и таким образом помогали в сборе денег на самое дорогое лекарство в мире – Золгинсма. Требовалось больше 100 миллионов рублей. Все для того, чтобы маленькая жительница Барнаула Маруся Яценко могла жить. У Маруси редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Если таких детей не лечить, они угасают на глазах. Я точно знаю, что некоторые вопросы нужно будет закрыть, решить, как мне быть дальше. Мысли поменялись совсем. Раньше глава о другом забита была, а сейчас совсем о другом. Кстати, наш материал о поступке Марата и его приятеля получил признание на федеральном уровне. Сюжет телеканала «Толк» победил в престижном конкурсе «Современник на экране» в рамках фестиваля «Герой нашего времени». И это еще одна возможность привлечь внимание к проблеме Маруси. Ей по-прежнему требуется помощь. Сложности возникают с тем, что ребенок растет, а лечение уже необходимо начать. По европейскому регламенту возраст не ограничен, а вес до 21 килограмма. Поэтому сейчас Маруся весит в районе 17 килограммов, у нас остается 4 килограмма. А для пятилетней, вот и 6 лет исполнится Маруся, вес, конечно, будет набираться. В Барнауле Марат устроился на работу, устроил личную жизнь и пока решил остаться здесь. Свою давнюю традицию поздравлять детей в костюме Деда Мороза он продолжит уже в Алтайском крае. Я не говорю, что я такой честный, праведный. За мной тоже как бы немало всякого. Я тоже принес некоторым людям слезы, но также и радость принес. Поэтому нужно быть добрее, отзывчивым и помогать, хотя бы по мере своих возможностей. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.